ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В Мухаршибирском районе накануне произошел пожар в котельной частного дома. Воспламенение произошло из-за утечки бытового газа. Хозяин дома пытался сам потушить пожар до приезда спасателей и в результате получил ожоги рук, лица и шеи. Его госпитализировали. Переходим к ДТП. В Кабанском районе 62-летний мужчина попал под колеса ваза. Авария произошла вчера вечером в селе Дулан. Пешеходы госпитализировали в состоянии комы и травмами различной степени. В минувшую субботу в Баргузинском районе из-за густого тумана произошла тройная авария. Водитель Тойоты ВИЦ нарушил правила остановки на дороге, в результате чего в него врезалась Тойота Саксид. Затем ВИЦ выехал на встречку, где уже столкнулся с УАЗом. В результате аварии травмы получил пассажир УАЗа. В Заиграевском районе 1 декабря скончался 62-летний мужчина, которого по синему делу прирезала сожительница. Напомним, поножовщина произошла вечером 19 ноября в поселке Анахой. Врачи боролись за жизнь мужчины две недели. 53-летней женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью поврекшего смерть. Следствие продолжается. Западные герои нынче не в почете. Как минимум в учебных заведениях Улан-Удэ. В родительских чатах разлетелись неоднозначные сообщения, где родителям запрещают наряжать детей в костюмы персонажей комиксов и диснеевских принцесс. Вместо этого предлагают перевоплотиться в Ивана Царевича, Василису Прекрасную и других героев русских народных сказок. В городском комитете по образованию от инициативы открестились, пообещав, что вопрос разъяснят в Министерстве образования республики. Я тебе косточку принесла. Сейчас, подожди. Душесчипательную историю рассказали в фонде «Собака счастья». Пес-пенсионер по кличке Бим нашел новый дом. Его предыдущие хозяева ушли из жизни, а новые жильцы дома решили, что доживать свой век 16-летний пес будет на улице. Но мир не без добрых людей, и сейчас у Бима новые любящие хозяева.